Слово «демократия» с древнегреческого буквально переводится как «народовластия» или «власть народа». Молдова – парламентская республика с демократическими институтами. В нашей стране регулярно проводятся выборы президента, парламента, местных органов власти. А в Гагаозии, плюс ко всему, выборы Башкана и Народного собрания. Вот и получается, что в автономии выборы практически каждый год, а то и по два избирательных процесса в год. Как, к примеру, в 23-м. В мае выбирали Башкана, в ноябре – примаров и советников. У рядовых граждан мнение о демократии в Молдове варьируется. Некоторые поддерживают демократические ценности, считая их важными для развития страны и защиты прав человека. Другие – критичны по отношению к демократическим институтам из-за различных причин, таких как экономические трудности или политические разногласия. И таких критичных суждений значительно больше. Вы видите, сколько детей избивали. И что-то делается, не делается. У нас коррупция, у нас, например, и медики, и учителя, и эти, жустиция, и все. Возможно, только в теории, в практике ее невозможно сделать нигде. Человек сам, по сути, завязан на некоторых недемократичных методах, с которыми мы живем, которые мы делаем. И поэтому власти народа никогда не будет. Любой народ хочет подчиняться. У нас нет свободы слова для СМИ. У нас СМИ закрывают Молдовию. Очень за последний год много и активно. Ну, так, конечно же, есть эта свобода слова. Мы можем высказать свое мнение, залить это в интернет, и оно разойдется. Но не сажают, по крайней мере. Критика демократии и есть один из ее признаков. Следовательно, в Молдове есть демократия. Приезжая каждый год домой, мы видим изменения большие. Так как в Европе. Молдова теперь со статусом кандидата на вступление в Евросоюз. То есть путь в Европу стал увереннее. На сегодняшний день демократия, конечно же, считается лучшей формой государственного режима. Почему? Потому что она реально обеспечивает права человека. Так как мы определяем, что в демократическом режиме можно управлять страной, можно действительно принимать решения и влиять на действующую власть, следовательно, демократия должна быть установлена в большинстве государств мира и поддерживаться. Принципы демократии включают политическую свободу, равноправие граждан, разделение властей, выборность и принятие решений большинством голосов при соблюдении прав меньшинства. Насколько соблюдаются эти принципы, каждому из нас решать. Екатерина Михайлова, Вячеслав Кыса, Григорий Ставилов, Алексей Герчу. Новости ГРД.